добрый день на связи м кабацкий сегодня вам расскажу о 10 вещах которые вы скорее всего никогда не делали в gta 4 или не знали о них поэтому прежде чем мы к этому приступим обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк включить все уведомления ну и конечно же приятного просмотра не забывайте писать комментарии знали вы эти действия не знали или вот только сейчас узнали вообще что думаете по этому поводу в описании есть ссылочка на прохождение gta 4 на сто процентов сначала как и на другие игры серии так вот что же мы с вами будем делать я составил специально после прохождения игры после спидрана особый рейтинг 10 вещей о которых вряд ли кто-то вообще быть может быть даже знала в этой игре которые не так очевидны ним их можно пропустить и наша задача сегодня их посмотреть и специально проранжировал от 10 самого пожалуй известного до первого практически наверное неизвестного и мы вот так вот постепенно будем двигаться вот в таком снообразном рейтинге поэтому приступаем к этому и приятного просмотра 10 место в нашем рейтинге занимает такая возможность как поднятие и бросание предметов в принципе об этом очень легко догадаться просто подойдя заметить какой-то предмет и нажав е вы можете подобрать его у вас вверху появляется специальная форма ладошки и нажимая левую правую кнопку мыши вы можете бросить предмет или соответственно прицелиться делается это очень просто даже есть специальное обучение миссия от лада самая первая bull in china shop вам надо прийти в магазин подобрать кирпичи разбить с помощью него стекло но многие часто например это не делают просто берут стреляют из пистолета технические условия выполняется все нормально причем предметы очень хорошо в игре проработан это впервые появляется в серии вы можете вот так вот даже полностью избить перебить человека вес предметов абсолютно разного например кирпич оружие очень серьезно и с помощью него довольно просто легко убить человеку так бы щипа ломить голову вот у нас тут кстати отлетели от хот-догов тоже стаканчики ими тоже можно пуляться там баночки газировочки и прочее но они не наносят так много урона также вы можете время от времени просто гуляя и следуя мир liberty city натыкаться на прохожих которые несут баночку там чая кофейку толкнуть его забрать баночку и бросить вот такая в принципе известная особенность многие с ней сталкивались но может быть вы этого не достали потому что не так просто догадаться двигаемся дальше девятое место в нашем рейтинге занимают конечно же девушки с которыми вы наверняка встречались или встречаетесь ну или как минимум хотите встретиться многие из вас если играли в gta 4 тем более проходили и и знают о двух девушках с которым вам любом случае придется общаться первое это мишель с которой нас знакомит как раз таки подружка романа и вторая девушка это сестра паки макрири которой у ника появляются очень теплые чувства но я не буду забегать вперед и спойлерить мало ли кто не играл в эту игру но я могу сказать что с первого у вас по сюжету в любом случае не сложится а со второй в зависимости от ваших действий может даже что-то страшное приключиться но тем не менее есть еще три девушки с которыми вы можете встречаться и от которых вы можете не только нежность и ласку получать и смазку но также и какие-то приятные бонусы как же их найти на самом деле очень просто есть у нас сайт low meat на который вы можете с ними познакомиться есть раздел феймейл но на самом деле тут очень много девушек и не со всеми вы сможете познакомиться есть у нас две девушки просто уже пишу это на прохождение с игрой где игра записана первое это юристка и вторая это у нас юж бог у нас и здесь нету списке но если мы достанем телефончик и попытаемся им позвонить то вот уже кики дженкинс это юристка нам пишет приглашает нас на свиданку а вторая тоже кстати говоря алекс которая тоже нам не алекс сам другая это алекс чуть позже скажу и другая это у нас медсестра из южного похона соответственно встречаясь с медсестрой южного похона карман ее зовут вы сможете получать бесплатное лечение просто ей позвонить вот найти можем и в контактах карман дополнительное здоровье этот бонус вы получите когда достигнете уровня отношений с недостаточного ну и естественно от юристки вы можете также избавляться с помощью с ее помощью кики избавляться уходить от полиции но на всякий случай я поставлю их фотографии с сайта как они выглядят чтобы вы могли познакомиться с ними поближе если захотите а вот третью девушку найти не так-то просто но она очень интересная есть у нас такой сайт называется караплис дот нет и найти его можно по сути дела двумя способами первое если вы вам рано или поздно по сюжету придет спам письмо вот такой вот от жерри кертон я так по тебе с куч и тут куча куча ссылок на этот сайт если у него зайдете зайдете в раздел женщина ищет мужчину то тут найдете liberated woman она так будет подписанную ну или что-то это вроде сейчас этого нет потому что с ним уже как бы тут встречаясь вот на всякий случай вставил как это выглядит как она выглядит и как найти ее можно здесь нам придет от нее письмо вот она свободная женщина это девушка у нас зовут ее алекс она дает нам скидку на одежду аж 50 процентов при хорошем уровне отношений некая пародия на перис хилтон самый пожалуй привлекательный из этих девушек которые тут есть но сразу говорю бонус от нее очень слабенький скорее всего уже к этому моменту скупите одежду а даже если нет то это не такие уж и большие деньги наружу у вас будет уходить больше но тем не менее каждый из них уникальный из каждой из них можно встречаться но а тем не менее мы сейчас двигаемся дальше это тоже вы наверняка быть может знали восьмое место в этом рейтинге у нас занимает возможность звонить роману в любой момент времени по ходу сюжета игры ну конечно же я говорю вот даже он нам тут звонит я специально дам отбой вы наверняка ему звонили звали погулять там сходить в боулинг перекусить вместе и прочее но я говорю сейчас абсолютно не про это если вы найдете романа у вас в контактах телефона есть кнопка звонить и как правило эта кнопка в большинстве случаев приводит ну со многими персонажами к стандартной фразе случай же с романом ситуация отличается часто вы могли наверное слышать леди вы позвонили роману белику но там сейчас нету что-то в этом роде но интересная особенность очень часто не после каждой но практически после каждой миссии вы можете позвонить роману и ника в итоге с ним обсудит то что он думает по этому поводу поделиться мыслями впечатлениями вы услышите мнение романа что-то ему ответить ником вы сможете и ником лучше понятие романа но и больше погрузиться в атмосферу это необязательное действие многих пропускают не звонят после каждой миссии ну или кто-то залпом проходит там три-четыре миссии вы эту возможность пропускаете вот даже давайте просто наберем послушаем что тут у нас в конце игры вот если позвонить роману вот вот такую фразу вы часто могли слышать но тем не менее не расстраивайтесь звоните если один раз позвонили на название идите выполнять следующую миссию и что-то вы обязательно новенькое услышите двигаемся дальше седьмое место в рейтинге у нас занимает нют эти вот две красивые башни а вот эти вот самые бинокли не знаю сталкивались ли вы с такой возможности или нет но к ним можно подойти и даже не просто подойти а нажав е или русскую букву у чтобы воспользоваться биноклью нажмите у вы нажимаете ника приближается к нему начинает смотреть и вы можете передвигая мышку осмотреться с помощью в и с увеличить приблизить соответственно обзор таких мест на самом деле очень много они как правило ориентированы на какие-то красивые виды и изучая liberty city вы можете найти очень много бинокль и я вот вам показал специально для мотивации только лишь вот эти вот три первых вот не интересно даже через него мы сможем прицелиться на статуи свободы такие есть и на небоскребах и очень тут угол не подходит но по-любому если мы будем двигаться дальше то вот видим что тут еще видим очень очень много таких биноклев и на самом деле их неисчислимое множество каждый конечно осматривать наверное смысла иметь не будет но вы можете насладиться красивыми видами а представьте каково это было у нас в те годах когда гт4 только появилась но а мы переходим к следующему месту в нашем рейтинге шестое место у нас не случайно занимает статуя свобода или как она зовется здесь в игре статуя счастья учитывая что мы не смотрели как раз таки в прошлом эпизоде в общем если вы доберетесь до этого остро то сможете найти пародию на один из самых известных символов америки статую свобода который у нас тут изображает как ни странно хиллари клинтон что довольно смело по тем годам и счета да на президентский пост не метила и вместо факела в руке она держит стакан с кока-колы или пепси колы не будем гадать и еще что-то пародирующие у нас дюли и что-то там не читаем а пародия скорее всего он может предложить на конституцию но особенность здесь этой статуи не в том что она просто есть и это прикольно многие это знали все-таки игра тут очень близко заканчивается особенность в том что внутри нее можно войти и чтобы это сделать надо очень сильно постараться я не знаю сейчас получится у меня с первой попытки это сделать но если подлететь вот на вот этот вот пандус специально такой выступ и вылезти ахахаха не попали ну ладно я сейчас включу запись когда попаду третья попытка я уже не знаю получится или нет но надо постараться и в принципе это можно и делать даже нужно вот как-нибудь вот так да 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 во наконец-то у нас это получилось фух с небольшим перевесом ника ника пожалуйста 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 не упади ника будь человеком возьми кути оружие во слезли так и тут у нас есть дверка с табличкой сейчас мы найдем но вот она на табличке написано но hiding контент висвей никакого скрытого контента на этом пути справа точно такая же табличка но на самом деле дверь оказывается не дверью мы проходим сюда вот эти двери причем реальные то есть сквозь них пройти нельзя тут мы видим лестницу и там что-то вверху непонятное давайте воспользуемся лестницей лестницами тоже можно пользоваться в игре но я не отношу это к скрытому уникальному чему-то тут у нас фонарики подсвечивают вверх и мы видим тут как не сложно догадаться бьющиеся бьющиеся сердце подвешены на цепях сердце самой и статуи от нее даже отходят специальные какие-то железные каналы которые заменяют аорты она бьется по нему можно пострелять видимо что ее вроде как кровь капает но тем не менее статую бить нельзя сердце тут установить невозможно но вот такая вот интересная особенность а мы переходим к следующему сегменту пятое место в нашем рейтинге занимают инкассаторские машины группы сикс но самое главное не сами машина а то что их можно как ни странно грабить если вы найдете такого инкассатора встретить его можно довольно редко придурок то в таком вот случае сейчас сейчас стой куда ты поехал и оружие не взял на стой стой попал но не уедет да что такое стой на везде куда ты поехал чертяга ладно пути мне а по я попал он не умер сейчас мы его догоним так вот встречаются очень редко за время прохождения гряпом пару раз их видео не взрывал их если вы его увидите что более главное не просто увидите но и они не пробиваем обратите внимание то есть остановить его не так-то просто надо постараться то если вы его все-таки умудрите взорвать может потребуется ни одна граната ни одна ракетница то вам сразу дадут две звезды из него будет очень 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 много бабла если вы все подберете то для вас это будет хорошее финансово поспорим тут десятки тысяч падают вроде как ну и соответственно можно так вот неплохо зарабатывать состояние конечно не сколотите но лишний источник средства денежных почему бы и нет дальше вам останется только избавиться от розыска и наслаждаться полученными финансами ну а мы двигаемся дальше четвертое место в нашем рейтинге занимает возможность также связаны с деньгами это возможность пользоваться банкоматами и пользоваться благами которыми которые нам дают люди которые пользуются банкоматами вот у нас какой-то местный лох прямо при нас с пистолетом снимая деньги с банкомата надо подождать когда банкомат пройдет прохожий когда заберут деньги после этого просто убираете его из него падает определенная сумма средств плюс также самого можно подойти к банкомату сейчас у нас наверное за розысками это не дадут сделать я деньги пытаюсь не отстать в общем там на счетчике можно ладно сейчас наверное нельзя но в принципе ничего страшного думаю многие из вас это видели просто на и подходите нажимаете можете посмотреть свой баланс функцию в принципе бесполезно я считаю потому что вам посмотреть деньги не составит труда при их использовании но есть такая возможность возникла можно потом с этим ознакомиться но а мы показав два довольно неплохие способа заработка двигаемся дальше третья возможность у нас посвящена возможности посещать интерьеры в gta 4 они не отмечены на карте вы можете заметить эту метку синего треугольничка далеко не сразу это вам не гта сандр желтые желтые маркера не заметно вот я только сейчас подъезжал на машине видите метки нет но чтобы такая метка появилась вам надо подойти к зданию вот даже для примера вам покажу на карте одну из таких возможностей у нас это empire не empire style building сейчас зайдем посмотрим просто становимся на точку чтобы подняться на крышу нажмите у мы нажимаем русскую у имеется ввиду английскую е и мы оказываемся наверху высотном здании где даже меняется угол обзора специально чтобы мы могли нас нет это не импористы билдинг вот там импористы был билдинг туда тоже вроде как можно залезть и как правило вот на таких вот зданиях есть те самые бинокли про которым говорил ранее и через них вы можете осмотреться то у нас ракурс как раз таки на импористы стоит билдинг тут наверное не знаю есть смотровая площадка нет но тем не менее вы так можете много куда подняться и зданиями тв у нас тут тоже можем полюбоваться местными красотами а ведь игра действительно очень красивая могу это лестнице воспользоваться у них проблемы с интеллектом он не может лестнице воспользоваться но тем не менее у нас таких проблем нет поэтому мы двигаемся дальше второе место в рейтинге у нас занимает очень редкая возможность о которой мало кто знает это возможность зайти на сайт для педофилов в игре гта 4 если мы откроем поиск где случайно выдают сайт и будем нажать кнопку еще 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 рано или поздно у нас появится сайт конкурс сюрприз в кружевах сайт детских конкурсов красоты сайт называется литтл литтл лекки сюрприз пейдж ант дот ком что дословно можно перевести как маленькая счастливый маленький счастливый сюрприз конкурс точка ком причем в готовой сети у нас по радио была реклама детского нижнего белья вроде для трех лет что такое была такая вот шутка а потом gta 5 у нас будут упоминания кто-то там упоминать а когда мы проходим миссию за майкла вроде как с киностудии похищаем машину или что-то такое там одна из актрис говорит что типа ее насильно заставляли в детстве сниматься в этом вот рекламировать этот нижнее белье но если мы нажимаем на этот сайт мы слышим как передает голос по рации что тут нам поступил информация что какой-то человек пытается получить извращение пытается получить доступ к неподобающему контенту нужно проагировать а на сайте вместо как несложно догадаться конкурса детской красоты у нас внимание сообщение полицейского управления полис департмент city of liberty этот сайт детских конкурсов красоты закрыт ваш айпи внесен в каталог следователи скоро свяжутся с вами виси it all week новый то мы все видим мы все знаем и если мы нажмем на кнопку на сообщение нас просто перебросит на сайт lspd и по сути дела тут не совсем понятно то ли это спецоперация фбр по поимке педофилов то ли такой сайт действительно существовало его просто перехватили над ним контроль и вот это вот все провернули хотя мало ли может быть вы просто ищите рандомно щелкать сайте подписать и попадаете прочее но самое интересное вот мы выходим сайта опять мы слышим эти разговоры и нам вешают раз два три 4 5 звезд розыска почему там шестая неактивная ладно в общем суть в том что вам повесили бы четыре звезды если вы еще не открыли острова что получите максимальную розыска либо сразу максимальный рейтинг и за вами будут охотиться очень серьезно как же так вы зашли на сайт для конкурсов красоты это такая своего рода пасхалка от разработчиков пародия на то как фбр может за вами следить и в частности пародия над вот таким вот сайтами как отлеживать ловит педофилов ну а мы переходим к последнему самому редкому из того что есть в этой игре ну и наконец-то самое редкое первое место у нас занимает возможность делиться давать деньги другим вот и тут вижу нас играет уличный музыкант чтобы дать денег музыканту нажмите у вот я нажал у он берет взял пачку денег протошвырнул ее не в ту сторону и обратите внимание что здоровье у нас полностью восстановилась нижним левым углом специально приехал немножечко покоцанный но интересно что мы можем давать деньги не только музыкантам но еще одной категории людей которую я сейчас тут пока не вижу наверное включу запись чуть позже когда она нам попадется и вторая категория как несложно догадаться это бомжи для этого вам надо как несложно догадаться найти бомжа и подойти к нему и через некоторое время возможно что то он не хочет человек не хочешь денег хочешь денег дам не не хочет ладно и этот бомж не попрошайничает но есть и другие которые попрошайничают я сейчас найду какового вот ты не бомж о вову чувак 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 я денег дам я денег дам я админ я дам денег стой ну что вы не хотите какие гордые бомжи пошли не хотят брать деньги ну обычно не должны подбегать ладно окей тогда включу запись когда спровоцирую бомжа на то что попросить деньжат слушайте я уже перебегал очень долго и не знаю сколько времени прошло может быть прошел час не особо бомжи попадаются уж тем более никто не попрошайничает но поверьте на слово такая возможность существует перед записью видео я тестировал все это я находил бомжа иду он ко мне подбегает сама говорит у тебя есть деньги чтобы пожертвовать на борьбу с пришельцами что типа того нажимаешь и он забирает деньги тоже устанавливается в принципе я думаю учитывая что мы показали с музыкантами эффект продемонстрирован точно то то самое в статистику заносится кстати даже пункт под это есть списывать деньги и дают вам полностью хп вот почему-то не получилось так поэтому возможно кстати говоря возможно тоже очень редкая но мне было приятно с вами поделиться этим рейтингом напишите обязательно в комментарии с чем сталкивались чем не сталкивались может быть у вас даже есть какие-то еще более редкие вещи которых никто не встречал но и в принципе было приятно с вами всем этим поделиться поэтому если еще это не сделали обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк включить все уведомления не забудьте написать этот самый комментарий увидимся с вами в следующих видео наши с вами старом добром консервативном канале всем пока